хорошо когда все хорошо но к сожалению выращивание овощей для себя тоже несет себе очень много проблем сейчас я вам покажу у нас проблема белокрылка второй год подряд с предыдущего года началась раньше мы вообще не знали что такое белокрылка вот первый раз мы столкнулись с этой проблемой в 2001 году заклянем под листочки видно да вот как она обсела и высасывает все соки с капусты я пересмотрела целую кучу метода в интернете ребята это все чепуха сейчас покажу вам еще что творится это при том что мы уже обрабатывали капусту три раза видите консультировалась у агрономов в магазинах посоветовали брызгать практически чуть ли не каждый день иначе не спастись и такая напасть каждый вечер в половине седьмого в одно и то же время ее налетает целое облако и вот она садится на капусту и начинает с высасывать все соки сейчас я вам покажу муж купил средства которым будет обрабатывать капусту я смотрела в интернете там эфирные масла и всякая чепуха и цветы высаживать все это чепуха я высаживала и цветы и все прочее да может если три капустины вы эту проблему решите но так как у меня побольше значит нам без химии никак не обойтись лучше на ранней стадии химия пока капуста завяжется и потом хороший полив все это уйдет и ничего не останется от химии чем потерять весь урожай самое интересное то что когда она была маленькая вообще ничего не было было чистое чистое это буквально вот неделю с начала июня началась такая беда с капустой уже муж разбавляет воду чем-то с шампунью и добавить сейчас я вам покажу вот такое средство называется корроген сколько ты раз должен обрабатывать поэтому как она будет исчезать все понятненько готовится заливает в бочок сейчас потупает заниматься убийством бложки белокрылки в общем друзья мы два раза обрабатывали уже каррогеном дает эффект на некоторое время теперь будем следить за тем как она исчезает или нет и пока будем брызгать этим средством если не поможет перейдем на обработку другим мы кстати каррогеном пользовались в прошлом году эффект был нормальный урожай мы собрали пришла проверить капусту после обработки как тут белокрылка есть нет скажу честно вчера смотрела была на листьях обрабатывали два дня назад и обработали еще сегодня вечер сейчас гляну что тут с ней так подымем зайдем так практически любая сейчас и листья подниму ой видно что есть но гораздо меньше препарат эффективный в общем можете попробовать кто страдает от этой напасти но обрабатывать нужно как я говорила часто до того момента пока они начнут складываться а потом сами посмотрите по мере необходимости а молодая рассада стоит на улице это 10 дней капусте она не на огороде и вся чистенькая хоть сюда долетает блушка-мушка и белокрылка но она на нее пока не садится выглядит такой здоровой красивой сегодня будут уже кстати вечером высаживать а это моя ранняя капуста я хочу сказать ранее успевает она пролетает быстрее чем белокрылка ничего и не ест она красивая вся ровненькая стоит такая живенькая в этом году нам ее обрабатывать не пришлось она у нас стояла под агроволокном сняли пропололи поливали и капуста успела набрать силу листья стали более жесткие и вся здоровенькая видите практически одна в одну какая красавица уже можно резать на салат сегодня собираемся первую вырезать